Добрый день, дорогие дамы и господа. С вами граф Сельфантом Хай и Себастьян Михаэльс. Мы хотим по традиции вас поздравить с Новым Годом. Этот год выдался трудным для всех и для людей и для демонов. Так, Себастьян, ты мне опять портишь поздравления. Почему здесь демоны? Да, они вообще, конечно, оборзели, но... В смысле оборзели? Женицы нам не дают есть души, у нас должен соблюдаться баланс, а вы говорите, что демоны оборзели. Начинай, Себастьян. Вы же начинали. По традиции мы хотим поздравить вас с Новым Годом. Этот год выдался трудным для нас и особенно для нас двоих. Помните, моргу леди. Себастьян, ты опять начинаешь. Ты портишь все поздравления. Не нужно говорить на Новый Год. Хорошо, я начну нормально. Этот год выдался трудным для всех нас, но трудности закаляют характер и заставляют нас расти над собой. Что бы ни случилось, мы вам желаем, чтобы вы оставались смелыми, не опускали руки, почти к своей цели, добивались ее. Господин, это поздравление прям в вашем духе. Вы же такой сильный, волевой, решительный, не сгибаемый. Только ночью вы очень даже сгибаемый. Себастьян. Он опять все портит. Шутки за триста. Себастья. Ну, на самом деле, прекрасное поздравление. Как раз в вашем стиле. Мое. Ну все, Себастьян, ты закончил. Такой раздражительный. Сладости поесть не терпится. Да нет, просто ты не даешь мне нормальные сладости. Записать поздравления, но сладости я тоже хочу. А вообще еще я хотела сказать, чтобы вы берегли своих близких, любили их, показывали им свою любовь и заботу. Согласен, но вот меня-то вы совсем не бережете. Особенно вторую половину года. У демонов тоже есть чувства, по крайней мере, у меня. Себастья, но ты же ведь сам сказал, что трудности закаляют характер, делают сильнее и все такое. Да, мла-бла-бла. В любви как-то хочется больше поддержки, понимания, а не вот этого всего. Ну ты прав. И желаю вам того же, дорогие добрынчики, чтобы в любви все было прекрасно, взаимопонимание и гармонии со своей любовью. И пусть любовь вас наполняет светом, окрыляет. Даже если вы встречаетесь с темно. Ну, между прочим, смотря на свою темную сущность, я-то наполняю ваши звуки только хорошими. Есть такое. А еще я забыл сказать, и Себастьян опять отвлек, что главное, чтобы ваша любовь была взаимной. Встретьте эту новогоднюю ночь вместе и встретьте ее хорошо. Но если вы еще не встретили свою любовь, мы желаем вам в этом году обязательно ее найти. Я очень рада, что эту новогоднюю ночь мы встретим вместе. На будущий год будем стараться вас также радовать интересными ситуациями, чтобы единственное стекло, которое вы видели, было стеклом вашего монитора. Да, согласен. А то даже мои демонические нервы уже в пределе. С Новым годом вас! Мы вас любим. И друг друга мы, конечно, тоже очень любим. Ну, а теперь подарки. Мне очень нравится. Самая интересная часть. О, ты мне хотела эту лису подарить? Нет, лиса просто для декорации, но если она вам нравится, она будет вашей. Ну, она и так моя. Она и так ваша, да. Потому что это лиса компании Фантом. Новая коллекция у Сиэля. Новая золотистая коллекция. У меня есть для вас подарок. У меня тоже для тебя есть подарок. Ну, чтобы его получить, вам надо рассказать мне стихотворение. Сидя на моих коленях. Слышь, Себастье. Это так по детски. Такое условие. Нет, Себастье. Ну, так интереснее. Это детское условие. Если вы просто так расскажете, это будет неинтересно. Не будет никакой интриги. Зачем еще рассказывать стихотворение? Как? Чтобы заслужить подарок. Я его и так заслужу, тем, что я и есть. Ну, ладно. А если ты хочешь мой подарок получить, тогда ты тоже должен рассказать стихотворение, но у меня есть условие. Ты должен лежать на коврике у моих ног, как пес. Эти условия для меня оскорбительны. Ну, значит, тогда мы не рассказываем стихотворение. Просто обменимся подарком. Так не пойдет. Что не пойдет? Меня эти условия оскорбляют. Все-таки я демон. Ну, меня тоже оскорбляют условия сидения на коленках. Я все-таки гава, уже взрослый. Ну, да. Нет никаких сомнений в том, что вы взрослый. Потому что то, что вы вытворяете ночь, могут делать только взрослые. Лихо. Ну, ладно. Я вам расскажу стихотворение. Но я не буду ложиться перед вами. Ну, я не буду рассказывать тогда вообще стихотворение. Поэтому, ладно, согласен так. Слушайте. Моя душа во власти страха и горькой жалости земной. Напрасно я бегу от праха. Я всюду с ним, и он со мной. Себастья, по-моему, это совсем не новогоднее стихотворение. Я не закончила. Да это не новогоднее стихотворение, Себастья. Не надо его рассказывать. Давай без него вообще. Это совсем не новогоднее. Ты опять портишь поздравления своими демоническими тленами и страхами и все такое. Репугайся, Себастья. Очень красивое стихотворение. Да. Давай это на другой какой-то праздник расскажешь. Ладно. На Новый год. На Хэллоуин вам расскажешь. Ну, да. Я заслужил свой подарок. А я дарю первый, что ли? Да, я же рассказывала вам стихотворение. А, ну да, точно. Ну, в общем, да. Только, конечно, без упаковки, но, в общем, я потом тебе упакую. Такого никогда даже, наверное, не ждала. В общем, я тебе дарю фигурку твоего чужого анагентия. Как похож. Да, как будто, правда, подарок, который сделали моей компанией Фантом. Правда, они сказали, что больше они такую страху люди никогда делать не будут, но... Во одном экземпляре. Ну, да, у него, кстати, подвижные все части тела. У него даже рот открывается, там у него зубы вылетают. В общем, чудесно. Все, как вот у его анагентия. Вы сказали, что они больше не будут выпускать такие фигурки. Ну, только для тебя эксклюзивные. И очень зря. Ничего они не понимают в красоте и эстетике потусторонних существ. Ум, спасибо, Сель. Я его пока уберу отсюда. У меня для вас тоже есть подарок. Но вам тоже нужно его заслужить. Раз вы отказываетесь рассказывать стихотворение, придумайте что-то другое. Ну, я сделаю такое милое. Вот. Субы и Себастьяна в лобе. Вы никогда так не делали. Точнее, обычно вы так не делали. Я хочу вам подарить. Ваш самый любимый десерт по ворову. Ну, очень приятно. С тем самым кремом собственного производства. Все, как вы любите. Мила. Ну, давай скорее есть хочу. Давай ложку, давай чай. Можете пока показать нашим подписчикам этот тортик. А зачем мне две ложки? Ну, как, я же тоже присоединюсь. Ну, так уж есть мой тортик, это же мой подарок. Я хотела его сам съесть. Себастьяна, ты понимаешь, что мне неудобно все это держать? Да, мы, конечно, сейчас сидим очень не по этикету. Ну, что поделать? Держи свою ложку. Ну, это же такое... Другое... Видео. Домашнее. Так, я попробую твой подарок. Скажите, как ваши впечатления. Я бы тоже его попробовала. Вы не против? Я попробую. Очень нежный. И воздушный. Нежный тортик, прямо как вы. Он же для меня. Ничего так, тортик. Ничего так. Я ожидала каких-то восторженных комментариев от вас. Ну, Себастьяна, ты всегда вкусно готовишься. Я уже к этому привык. Угу. Да, к хорошему быстро привыкаешь. И, кстати, мне вот интересно узнать, а как отреагировала леди Элизабет на растяжение по мозгу? Ну? Я даже удивился, но она как-то спокойно отреагировала. Просто, когда я обычно не в ее стиле. Просто, когда я с ней увиделся, она была немножко подавленной и печальной. И когда я все это рассказала, сказал, что со мной она не будет счастлива, что я ее не люблю, и что я желаю ей счастья, чтобы она нашла человека, который ее настоящим будет любить, она как-то даже не начала истерить, как я предполагала. Все было очень даже спокойно. И я удивился, что случилось с леди Элизабет. Да, действительно, что же с ней случилось? А как вы думаете, может быть, она вообще к вам не испытывала никаких чувств? Поэтому так спокойно отреагировала? Я думаю, что какие-то чувства были, но, конечно, не как у нас. Но все-таки что-то было, тем более, к моему брату, я думаю, у нее были чувства, это ко мне у нее чувств никаких не было. Но я считаю, что сейчас это уже больше как долг, обязательство. Мы даже встречались не потому, что хотели, а потому, что это было нужно. Я думаю, ей было бы тяжело с вами, потому что она бы прекрасно видела, как мы с вами смотрим друг на друга, и как вы никогда не будете смотреть на нее. Ее бы это очень сильно огорчало. Вот поэтому я ей сказала, Лихий, но прости, зато я люблю тортики. Нет, да, в этом нет никаких сомнений. А что вы любите больше, меня или тортики? Провокационный вопрос такой. Одинаковый. Одинаковый? Да. Но тортики не обнимают вас холодными ночами. Зато они выживотики обнимают. Выживотики обнимают? Да. Мы разбиваем это сердце. Это мое. Потом не сделаешь большое бурлое. Конечно. Огромное такое. А я уже сделала. Ну, хорошо. Торт уже стоит на столе в ожидании вас. Я буду попробовать. Я должен вам кое в чем признаться. Это будет честно по отношению к вам. Я уже напрягаюсь. Дело в том, что незадолго до расторжения помолвки я встретился с лидией Элизабет и поговорил с ней о том, что вы любите совсем не ее, а кое-кого другого. Сказал кого? Нет, конечно. Я просто сказала, что у вас чувства к другому человеку. Теперь понятно, почему он так спокойно отреагировал. Да. Ну, теперь все стоит на свои места. Я бы, конечно, сам это мог все сделать, но ты почему-то решил мне помочь. Думал, что я не справилась. Вы не злитесь в том, что я обрешался. Нет, знаешь, мне тогда же было проще и Лизия уже была подготовлена и тоже было проще с этим совокупаться. Я думаю, что это хорошо, раз так получилось, то хорошо. Что ж, я этому очень рад, что все так закончилось, что этот Новый год мы встретим вместе наконец-то. Без Моргу. Да, без Моргу, без Лизабет. И нам будет хорошо и спокойно вместе. Кстати, Себастье, я тебе хотел подарить вместо фигурки ксеноморфе к лосе. Ну, это было бы слишком неправильно подошли к тебе и я решила подарить тебе твою ешку. Ну, надеюсь, это не единственный подарок. Ну, я надеюсь, что твой подарок тоже не единственный. Конечно. Тогда и меня не единственный. Я хочу, чтобы вы доказывали свои чувства еще и еще глубоко, чувственно и напориско. Я хочу так же. Это будет очень особенная Новогодняя ночь. я хочу уйти в Новый год обновленным вместе с вами. Вместе. С Новым годом, Себастье. С Новым годом, Север. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий. Сладко не единственный вообще. Бля. Ладно. Давай сделаю его. Да, он тоже ломается, но там шарнир у него просто торчит. Не делай, просто его буду держать аккуратно и все. Потом. Да ну какого? Он же нормальный был. Что ты с ним сделала-то, блях? Я просто не вижу одним глазом ничего вообще. Да ладно, оставь. Это ящик. Хуй с ним. Нет, это хуй собаки. Как так-то? Он нормально же вставал у меня. Ты со мной у тебя вставал? Да. Тебе встают? Там кое-что встают. О, стоит. Да не налаживай. Все. Ладно. Да, вот что там. Сожрали сердце. Оно какое-то странное сегодня. Почему? Оно какое-то, знаешь, как резиновое, если честно. Оно не жуется. Надо было на лицплее сказать, что Себастьян приготовил резиновое сердце. Что ты встать не можешь тут сновить, Себастьян. Ну, только встать. Ой, давай. Субтитры подогнал «Симон»!